Добрый вечер, уважаемые зрители. Латвийская ассоциация семейных врачей 31 мая этого вторника проведет акцию протеста у здания правительства. Цель пикета привлечь внимание к актуальным проблемам первичного здравоохранения. Особо подчеркивается, что безопасность государства это не только оборона, но и образование и здравоохранение. Семейные врачи также считают, что необходимо оценить ответственность министра здравоохранения Гунтиса Белевича. Добрый вечер, Владимир Белевич. Добрый вечер. Но, похоже, 31 мая может для вас стать такой какой-то роковой датой, что ли, потому что требование отставки угрожает также общество врачей. Там на его собрании присутствовали представители Латвийского общества больниц и других негосударственных организаций. И даже наш бывший премьер Лаймдотто Страу ему выразил, что если до июля, то есть она нам дает еще месяц, если до июля не будет разработана новая модель финансирования медицины, министр здравоохранения Гунтис Белевич должен уйти в отставку. Вы с этим согласны? Вы знаете, требованием, что министр должен уйти в отставку, меня нельзя испугать, я могу в любое время уйти. Я не держусь за свой стол. И касательно требований семейных врачей, надо сказать, что есть две ассоциации. Есть ассоциации сельских врачей и ассоциации латвийских врачей, которые руководят госпожой Вейдой. С первой мы очень хорошо сотрудничаем. И со второй, не совсем, но мы из министерства стараемся. И что хотят семейные врачи? Они хотят увеличение финансирования. И надо сказать, что для них есть очень хорошая новость. Они, кстати, про эту новость знают. С 1 июля каждая практика семейного врача получит от государства в среднем на 1 июля больше, чем до того. То есть за счет того, что мы будем платить за счет внутренних резервов капитационные деньги в полном объеме. Что еще хотят семейные врачи? Есть вещи. Госпожа Вейде говорит, что надо 44 миллиона сразу. Этого не будет. Я просто знаю ситуацию с нашим бюджетом. Это невозможно. И посередине года бюджет не пересматривается. Закон это не позволяет. Что же еще хотят семейные врачи? Те, которых представляет госпожа Вейде. Она хотят две вещи, которым я не могу согласиться. Первое. Они хотят, чтобы Ездоровье, которая должна работать начиная с 1 декабря этого года, чтобы был добровольным. Мы считаем, что в обязательном порядке все врачи должны будут выписывать электронные рецепты и электронные больничные листы. И госпожа Вейде категорически против обязательной системы страхования здоровья. То есть, грубо говоря, она не хочет никакого контроля, никакой прозрачности. И вот здесь наше мнение расходится. А в целом я согласен, что для здравоохранения нужно больше. Я обязан и говорю спасибо, что они привлекают внимание всего правительства, потому что нам же и все международные организации указывают именно на то, что где самая большая проблема нашего здравоохранения. И в последнем сообщении за 2016 год Еврокомиссии говорит, совершенно ясно, самая большая проблема недостаточное финансирование со стороны государства. В результате чего у людей большие доплаты и большие очереди, потому что есть люди, которые не могут из кармана платить, поэтому наша система недоступна всем. В данном случае государство это вы. Вы член правительства. И своим присутствием в этом правительстве, своими действиями вы полностью солидарны. Показывайте, по крайней мере, что вы солидарны. Я член правительства, я член команды. Если бы можно было, скажем так, моим уходом способствовать приплыв финансирования и увеличения существенного, я бы сразу ушел. Сразу ушел. Но мы разрабатываем модель, то, которую говорит госпожа Страуима. Это ее задача до 1 июля, данная еще в то время, когда она была премьером, прийти в правительство с разными сценариями, возможными, как можно ввести систему обязательного страхования и здоровья. И мы с этим сценарием придем. И я первого, тогда, когда семейные врачи будут протестовать, я буду в командировке, я поеду в Барселону. У нас есть договоренность, Всемирная организация здравоохранения, что там есть экспертная группа, которая является экспертами по налоговым системам и по системам обязательного страхования и здоровья. Они будут нас консультировать, они оценивают все наши разработанные и предложенные 5 моделей и скажут, которые самые лучшие, и скажут, как их ввести. Я договорился, я был в начале этой недели в Женеве на Всемирной организации здравоохранения, я встречался с руководством как раз этих экспертов, и мы договорились, что они в будущем году, когда мы должны модель разработать в деталях, они будут технически нам это ассистировать, сопровождать, точно как они это делают для Румынии. И у нас будет модель, и я полностью уверен, что она будет работать, начиная с 2018 года, если хватит мужества у правительства сказать, что необходимые деньги можно только взять за счет увеличения налоговой ставки какой-то, или не хватит этого мужества. В этом же проблема. Ну, мужество да мужество, но в вашем министерстве, по-моему, сейчас были какие-то дебаты недавно, все имя на комиссии, и там разговор был, назывались конкретные цифры, что необходимо для медицины, для здравоохранения, простите, из госбюджета 1,3 миллиарда евро, и дополнительно нужны, получается, цифра называлась 679 миллиардов, правильно? И мы договорились, в принципе, с нашими общественными партнерами, с профсоюзом, что нам эти деньги не надо сразу, что было бы хорошо, если это дополнительное финансирование поступало бы по шагам за 4 года или за 5 лет. И самое главное, чтобы были эти деньги направлены на здравоохранение. Ну, если мне помнится сразу, значит, это получалось так, что с каждого работающего, работающего жителя Латвии, в месяц он должен был бы отдавать в казну 74 евро. Если правительство скажет, что она готова идти по этому пути, возможно, другие пути, например, увеличение ставки уже существующих налогов, и за счет этого тогда сохраняется государственная система финансирования медицины, государственное страхование здоровья, и это принесет дополнительные деньги, тогда у нас будет такая система, как в Дании. Не тогда, когда работающий платит ежемесячно, и за них еще работодатель, а за счет существующего какого-то нового. Вы понимаете, я вас слушаю, да, и все замечательно, но ведь опять правительство решит. Кто там наверху решит? Это вы решите, это вы обязаны, вы правящая партия, вы член этой партии. Моя обязанность прийти с моделями, мы скажем, которые из моделей, на наш взгляд, самые подходящие, но это решение всего правительства, это решение господина Кучинского, это решение министра финансов, где взять деньги дополнительно, это задача министра финансов. Причем деньги большие, видите, разговор шел о 35 миллионах все время, которые не могут найти к будущему году. Это будет в будущем году. В будущем году. Да, в будущем году. А тут получаются такие огромные цифры, которые... Это начиная с 2017 года. Если нам раньше дадут больше, чем 35, мы тоже только будем рады. Мы знаем, как, это на самом-то деле хорошая весть, мы знаем, как пережить будущий год. Нам премьер точно обещает, я знаю, что в Европейском комиссии это согласовано, увеличение дефицита за счет наших реформ, потому что Европа признала, что то, что мы делаем, это действительно реформы, и можно увеличить на 0,1% дефицита. Это вопрос решенный уже, об этом же такие споры. Дефицит бюджета всегда считался железным правилом. Я не сторонник увеличения дефицита бюджета, но если это единственная возможность получить финансирование дополнительное, тогда я за. 35 миллионов, плюс еще мы знаем, как за счет внутренних перестановок получить еще 8. 43 миллиона это дополнительные деньги в будущем году, которые будут направлены на следующие нужды. 20 миллионов мы направим на увеличение зарплат медиков, 18 миллионов на увеличение доступности услуг, на сокращение очередей. Из них этих 18 миллионов, 2 миллиона для зубных врачей детских, потому что зубные врачи отказываются заключать договора по обслуживанию детей. И 1,2 миллиона на увеличение мест резидентуры государством, тогда у нас будет не 200, а 250 мест. И еще 3,8 миллионов на компенсационные медикаменты для лечения С-гепатита. Потому что мы должны добиться обязательно ситуации, когда у нас больных С-гепатитом каждым годом не увеличивается, начинается уменьшаться. Вы знакомы с письмом одной дамы, которая написала Вейнису о том, что она хотела везти из Индии какие-то лекарства, ну, ей, видимо, необходимые для лечения С-гепатита. Я знаком с этим письмом, я знаком с этим письмом. Ей, естественно, отказали. Я знаком с этим письмом. Мы только что, я прихожу из министерства, у нас как раз было совещание, как раз по поводу С-гепатита, специалисты Службы национальной здоровья. НВД, Национальной службы здоровья, я просил найти решение для этого конкретного пациента, потому что она получила рецепт и заплатила деньги до того, как вступил этот порядок в силу. Но порядок, который нам не так считает и общество больных гепатитом С, мы этот порядок ввели только после того, как государство стало лечить стопроцентной компенсацией и самыми современными лекарствами. Потому что кто-то должен нести ответственность, что лекарство качественное, что оно хранилось в приправленных условиях, приправленной температуре. Я попросил наших специалистов найти решение для этого конкретного лица. Все остальные пациенты гепатитом С будут вылечены за счет государства, государство будет платить 100%. Хорошо, слово несет ответственность. Не несете ли вы и вообще, кто должен нести ответственность за эту ситуацию сейчас? Правда ли, что квоты на этот год на медицинские исследования у специалистов и лабораторные исследования уже исчерпаны? Это не соответствует правде. Тогда надо дополнительный вопрос задать тому, который сделал это утверждение. Ну, сейчас госпожа, госпожа, госпожа Вейда. Да, Вейда, она высказалась по поводу, по-моему, рака желудка. Какого конкретного исследования? Я слышал это интервью, она не сказала конкретного исследования. Что человек, скажем, вот не попадая на это исследование, не доживет, там он записывается на октябрь-ноябрь. За счет внутренних резервов мы дополнительно выделили онкологическому центру и онкоцентру в больнице Страдыня дополнительно на сокращение этих очередей после первого квартала этого года дополнительно больше, чем 600 тысяч евро. Это как раз деньги для того, чтобы как раз проблему, которая накопилась, исчерпать. Вейда, конкретный пример, конкретные доказательства, о чем, о каком конкретном исследовании говорится. Хорошо, давайте поговорим тогда. На совещании государственных секретарей был принят документ об изменениях в порядке организации и финансирования здравоохранения, касающихся оказания вторичных амбулаторных услуг. То есть намечаются какие-то изменения в очередях, кто пойдет, кому будут оказывать эти услуги первым образом, кому вторым и так далее. Этот документ сейчас находится в обсуждении, я надеюсь, что его примет. Речь идет о следующем. Приоритизация очередей, она необходима. И один принцип будет в основу. Приоритизация должна быть со стороны медицинско обоснованная. Тот, кому есть медицинский... Знаете, кто должен обосновывать? Семейный врач? Врач, да. Не пациент сам. Понимаете, когда открылась очередь на эти методы визуальной диагностики в онкологическом центре 21 марта, я приехал туда лично. Пришли за день 4-й персоной, чтобы встать в очередь на эти разные исследования. Только у 200 из них, у половины, было направление врача. А остальные потом пойдут к семейному врачу и сами попросят, направь меня туда, у меня есть место в очередь. Направление должно будет быть медицинско обоснованным. Оно будет направлено электронным образом. И согласно этого же документа, который вы упомянули, в трех государственных клинических университетских больницах электронная очередь должна функционировать будет с 1 июля. Это очень важно. То есть мы направляем все усилия для того, чтобы сократить очередь. Ну, а вас как раз говорят наоборот. Что Белевич сокращает очередь, но всегда ищет и причину какую-то. Вы знаете, это неправильная ситуация, когда пациент, человек приходит к семейному врачу и говорит, пожалуйста, направь меня на компьютерное обследование головы. На это должны быть симптомы, медицинские показания. Потому что есть люди, которым это действительно нужно по медицинским показателям. А как же профилактика? Мы все время говорим о том, что предупреждать надо. На этом вроде бы гадаем и держалась наша медицина. Вы знаете, надо было бы людям объяснить, что методы вот этой визуальной диагностики, в том числе и те, которые связаны с ионизационным излучением. Вот эти методы, рентгеновское излучение, они не безвредны для здорового пациента. И надо сказать, что мы эти методы применяем 10 раз чаще, чем в Скандинавии. И, к сожалению, для детей 6 раз чаще, чем в Скандинавии. И это неправильно. Это неправильно. Особенно, это неправильно ни с какой точки зрения, и особенно, когда не хватает со стороны государства денежных средств, чтобы заплатить для тех обследований, которые нужны действительно по медицинским показателям. Вопросов очень много наше время подходит к концу, но давайте все-таки остаиваемся на том, ну, значит, получается, что нынешнее состояние здравоохранения вполне удовлетворительное. Практически, значит, финансирование тоже, но там уровень, так сказать, не изменился. Вы знаете, я не согласен, я не согласен, я не согласен. У нас ситуация на самом-то деле плохая. Именно на это указывает международная организация за счет недостающего финансирования. И состояние настолько плачевное, что я надеюсь, что сейчас премьер и все правительство будет вынуждено принять решение о направлении дополнительных средств в медицину, для того, чтобы улучшить ситуацию в медицине. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли сегодня для нас время. Сегодня в студии у нас был глава Министерства здравоохранения Гунтис Белевич. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...